Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайные зрители этого канала. Как многие из вас поняли, сегодня на обзоре у нас будет бачок от компании Mars Team Yagodzuma. Компания Mars Team находится в Японии и этот бачок тоже производится в Японии. Ну, по крайней мере, как они это заявляют, но мне почему-то кажется, что этот бак производится все-таки в Китае, а документальная фирма находится в Японии. Как вы сами могли видеть, этот бачок не для наваливания, это бачок полностью сигаретной тяги. Даже на максимуме открытом воздухе он все равно не дает затянуться нормально, он все равно очень туго тянется. В принципе, я не любитель тугой затяжки, но даже при этом всем я могу оценить вкус этого бака, как он его передает, его качество сборки и тому подобное. Отчасти мне нравятся такие девайсы, их можно спокойно обосрать, потому что они полное говно. Данный бак имел бы просто огромный успех, если бы он вышел года 2-3 назад. Это было бы просто бомба, сенсация, что-то невообразимое, новые технологии. Но на данный момент этот бак просто сборник устаревающих моделей. У меня такое ощущение, что компания Mars Team очень мало заплатила инженерам за разработку этого бака. И те, в свою очередь, просто взяли и посмотрели, а что есть у других, а давайте сюда добавим и немножко изменим. И при этом всем компания Mars Team пытается выйти на мировой рынок и рассчитывает на огромные продажи своей продукции. Да блин, кто ее купит? Вот этот бак полное говно. Вас уже, наверное, задолбало слышать слово говно, но оно так и есть. Уже на рынке существуют баки, причем в большом количестве, более универсальные. И под сигаретную, и под кальянную, и под одну спираль, и под две, и комбинированные. Зачем выпускать вот это на клириках? Только на клириках. Причем клирики не передают вот эти вот сами испарители, не передают вкус вообще никак. Я привык чувствовать вкус жидкости на баках, которых я парил на односпиральных, на двухспиральных. Но про дрипки мы вообще не будем говорить, потому что тут сравнивать вообще не с чем. Но вкуса здесь нету никакого на вот этих вот испарителях. Они полное тоже говно. До того, как ко мне попал вот этот вот бак, и до того, как я начал общаться с этими японцами из компании Mars Team, у меня вообще было какое-то вот уважение к японцам, к их продукции, к тому, что они делают ее более качественно, и все такое. Но после того, как я получил этот бак, и после того, как я начал общаться с японцами в переписке, мое мнение о японской продукции, по крайней мере нынешней, и о самих японцах, начало очень резко падать. Начнем с того, что когда ко мне приехал этот бак, Якадзума, он ко мне приехал, я его открываю, а там нет винтика. Насколько я помню, я снимал распаковку на моем втором канале Бла Бла Лай. И у меня есть видео, я им это все отфоткал, отправил туда, говорю им, мол, вот тут нет винтика. Да, здесь, кстати, нижняя заправка через винтик. Это 2016 год, ребята. О чем они думали, я не знаю. Ну ладно, винтика нету, я им сфоткал, отправил, от них нет никакого ответа. Естественно, я бак не тестирую, ничего, он просто у меня лежит. Проходит где-то недели две, они мне пишут с претензиями, а где же наш обзор? И причем даже с двух имейлов. И один из них, там, видать, он постарше немножко, там, японец или японка, заявляет, мы вам больше никогда ничего не отправим. Вы не делаете обзор, вы нас обманываете. Я сразу же их мордой в эту фотографию пишу им, типа, говорят, я вам уже отправил фотографию, где винт. На что они мне отвечают, а вы не могли бы его купить? То есть пойти на базар, поискать именно этот винт. Здесь винт с определенной резьбой и орингом. Где я буду сейчас бегать, искать этот винт? У меня есть чем заняться, чем выискивать этот маленький милипиздрический винтик. Я им при этом все это выдаю, отправляю, на что они говорят, ой, извините, мы вам отправим винтик. Я такой, хорошо, отправляйте. Проходит еще неделю, приезжает ко мне курьер DHL, где доставка, в принципе, этой посылки стоила где-то, наверное, долларов 40. Привозит мне коробочку, я открываю, а там две коробочки сменников и в кулечке два винтика. Вот от щедрот душевных. Радости моей просто не было предела. Ну ладно, думаю, ну попробуешь, теперь могу заправить, закрутить. Заливаю жидкость, все пропитал, все классно, подождал, делаю тягу. И у меня идут стойкие ощущения того, что я парю ЕГО ванны или что-то такое. Там есть вот точно такие же маленькие клирики. Эти баги еще шли в комплекте с ЕВИК ВТ, не ВТС, а ВТ. Там просто отвратительный вкус на них был, они никак его просто не передают. Они его глушат до неимоверности и очень плохо работают. Кстати, вот только что сейчас подумал, может действительно здесь бы нормально пошла ЕГОшная жидкость. Там 60 пропилена и с кучей ароматизатора немерено. Может, да, вкус бы тут появился. Но с теми замесами, которые парю я, это 70 глицерина, этот баг просто не подходит. Менять свои предпочтения и только из-за бака, из-за того, чтобы его протестировать на каком-то деканге. Я просто не хочу. Я не хочу такое откровенное говнище, даже парень. И то, что компания Marsteam не проследила за тенденцией рынка и того, как он развивается, и что сейчас популярно, что пользуется спросом, это не моя вина. Я хочу выразить благодарность Бобу, который набрался терпения и смог более так подробно снять о нем обзор, рассказать обо всех минусах и показать их. Я же не хочу тратить даже на это время. Как я и написал в комментарии под его видео, я оставлю ссылочку на его видео в описании у себя, что если вы захотите вдруг посмотреть обо всех минусах этого бага, то вы сможете перейти к нему на канал и посмотреть. Он там все-таки очень хорошо все расписал. Я же, протестировав этот баг, я не рекомендую вам его ни в коем случае покупать. И самое главное, внимание, цена. Цена вот этого говнища. От 40 до 50 долларов. Они, кстати, попросили разместить меня ссылку в описании под видео на магазин, где он продается. Вы можете перейти и посмотреть. Это просто... Я не знаю, о чем они думали перед тем, как выпускали этот баг. И когда устанавливали на него цену. Все, меня бомбит по полной. Все, вот на этом видео заканчивается. Баг этот полное говно. Ни в коем случае его не берите. Всем удачного. До свидания.